Мальчику, который умело покоряет горный склон, всего 8 лет. С рождения врачи поставили ему диагноз ДЦП пластика гиперкинетической формы. Говоря простым языком, все мышцы в теле мальчика всегда напряжены. По словам родителей, они перепробовали самые разные методы лечения. Даже полет в Китай и местная медицина не принесли каких-то весомых результатов. Три года назад Виталий Бочкарев узнал о таком необычном методе, как горные лыжи, и тут же рассказал об этом супруге. Когда мне первый раз сказали о том, что дети с ДЦП занимаются горными лыжами, и не попробовать львам, ну честно говоря, для меня это выглядело как какой-то абсурд, потому что неходящего ребенка ставят на лыжи, а когда стали более подробно узнавать, интересоваться, оказалось, что это да, возможно, и при том очень неплохой положительный эффект имеет. Метод реабилитации горными лыжами появился в России благодаря супругам Белоголовцевым. Они переняли опыт у зарубежных стран. Так в нашем государстве появилась программа под названием «Лыжи мечты». Тимур стал первым ее участником в Рязани, о чем не жалеет ни он, ни родители. Положительный эффект заметили уже в первые несколько месяцев после тренировок. До того, как он встал на лыжи, он практически даже по дому без посторонней помощи передвигаться не мог. Как только он начал заниматься лыжами, уже где-то через месяц после начала, после того, как он начал этим заниматься, мы увидели прогресс буквально на глазах. То есть он встал и стал ходить по квартире самостоятельно. Со временем прогресс стал заметен сильнее. Занятия с Тимуром начинали на так называемых «зеленых» трассах. Это спуски для новичков. Сейчас он уверенно покоряет и «синие» трассы. Они следующие по сложности. В шесть лет мальчик уже начал участвовать в соревнованиях. В Москве он получил свою первую медаль. И спустя два года он вновь выиграл награду. Да не одну, а целых две. Семья Бочкаревых приехала на горнолыжный курорт «Роза Хутор», где каждую субботу проводились соревнования для детей. Тимур захотел в них поучаствовать. В результате медали за участие и как победитель от программы «Лыжи мечты». Было очень трогательно, когда все дети, участвующие, ну, многие с родителями были. Детишек было человек, наверное, 30. Ну, и, соответственно, родители. И когда его поставили уже на пьедестал, пригласили его первым, награждали. Они так дружно стали кричать «молодец», «поздравляю». Ну, это было очень трогательно. Конечно, ну, не пожалели, что приняли участие. Здорово было. Родители отмечают, что есть здесь и отрицательная страна. Проект реабилитации горными лыжами пока не признан официальной медициной как метод лечения. В результате никакой финансовой помощи от медицинских учреждений они не получают. И хоть программа «Лыжи мечты» во многих регионах спонсируется за счет правительства, в Рязани пока такой практики нет. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город».